Сад молчал, птицы спали. Луна, будто смущаясь сквозь пелену облаков, смотрела на распростертого среди цветущих деревьев человека. Иисус затих. В сознании возникли лица его друзей. Их ожидает суровое испытание. Горячо, со слезами, Иисус вновь вызвал к Отцу. Отче, сохрани их. И веру их сохрани. И силу дай им победить все искушения. Смолк. Почувствовал прикосновение незримого Отца. Ответ проник в самое сердце. Сохраню. Эти победят. Я буду с ними. Иисус улыбнулся. Увидел, будто перед глазами встают новые и новые ученики в самых разных дальних уголках мира. И на всех языках звучит слава и хвала Всевышнему. Увидел Иисус великую борьбу. Увидел распри. Увидел опасность поражения святых. Увидел парад злых сил, напавших на Украину. Восставших возле братьев на братьев. Увидел словесные баталии и огонь ненависти, поражающий святых. Вновь возвысил голос к Отцу. Не о них же только молю, но и о верующих в меня. По слову их. Да будут все едины. Как ты, Отче, во мне. И я в тебе, так и они в нас. Да будут едины. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины. Как мы едины. Профессиональные верующие тщательно следят за догматами. Они признают единство только с собой. Они не знают единства с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И поэтому христиане разодрались и тело Христа разнесли на молекулы. Учитель плачет и шепчет. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою.